кормят и достар дорогие друзья примите мою благодарность за под за поддержку просмотрами лайками и комментариями 9 видео на актуальную тему реформа что делать в которых я презентую свой взгляд свое отношение на происходящие в казахстане события большое спасибо дорогие друзья кормят и достар дорогие друзья примите мою благодарность за поддержку просмотрами лайками комментариями 9 видео на актуальную тему реформа что делать в которых я презентую свой взгляд свое отношение на происходящее в казахстане события большое спасибо друзьям конечно мое видение о происходящем на моей родине основано на взгляде извне но как говорится подчас издалека лучше видны виден масштаб происходящих событий кто не посвящен в историю моей преследования моей семьи сделаю короткую презентацию моя семья включая мои включает моих престарелых родителей семью моей сестренки моих детей с их семьями мои и имея ввиду что мои дети вот старшие жили в швейцарии начиная с 1993 года а мы с супругом живем в эмиграции с 2007 года мои родственники вынуждены были уже бежать от преследования режима назарбаева в 2011 году в казахстане закрытый заочный суд назарбаева в 2018 году накануне отхода от власти диктатора он инкриминировал нам ложное обвинение и вынес приговоры в 18 14 6 лет по надуманным сказочным сказочно лживым нарушениям не выдерживающих никакой критики такова была месть клана назарбаева за нелюбовь к ним за отсутствие рабской преданности к их клану я рассыниваю данный приговор как желание семьи назарбаева их многочисленных сватов подхалимствующих чиновников расквитаться с нами за то что мы в отличие от них ощущали и ощущаем себя свободными людьми историю моей семьи вы можете прочитать на моем сайте www.leyla-harapunova.com сегодня я хочу рассказать вам о своем желании презентовать на моем youtube канале ощущения правды научно-исторические книги моего отца даниярова колебека каирбаевича 1931 года рождения о подлинной истории казахстана сделаю небольшое отступление и расскажу вам о одном интересном таком моменте который происходил в швейцарии как я упоминала юридическое преследование всех членов моей семьи началось 2011 году по сфабрикованным обвинениям по заказу клана назарбаева и этому предшествовали звонки по телефону в 2008 году вот где-то в феврале примерно нурсултана назарбаева моему супругу и сары назарбаевой ко мне с требованиями вернуться в казахстан 2011 году когда власти казахстана начали присылать в швейцарию запросы на экстрадицию наша семья подверглась хакингу наружной слежки международными нанятыми ими частными шпионскими компаниями нас выставили в международный розыск интерпол хотя они следили и знали где мы находимся в общем события одним словом развивались так как в криминальном каком-то галибудском детективе в 2013 году супругу и дочь нашего свата оппозиционного политика мухтара обляза выкрали и вывезли из италии спецслужбы назарбаева с участием посольства республики казахстан в италии при содействии итальянской полиции и судьи потом они попали уже в дальнейшем расследование и над ними состоялся суд в италии потому что италия демократическая страна как видите силы неравные это сравнило с тем когда на одного человека набрасывается многочисленная стая как каких-то стервенелых диких собак таким же образом на нас набросилась вся государственная машина казахстана то есть все ветви власти и олигархи которые находятся под ручным управлением диктатором многосотенного миллиардера марсултана назарбаева в этот сложный для нас период я нуждалась естественно в поддержке вот особенно вот духовный чтобы внутренние укрепиться потому что я не знаю поймут наверно меня люди что когда на вы не ожидаете вот этого подлого удара в спину когда вы совершенно не понимаете в чем вас обвиняют и вы считаете себя честным человеком плюс еще значит тут значит пытаются давить на вас через родителей членов семьи и вот здесь нужно быть сильными чтобы противостоять вот этому вот этому государственному катку который на нас стал наезжать и я нуждалась вот еще раз повторяю в духовной поддержке и мне помогло общение с духовными проводниками но скоро вот как бы этот период потом закончился не без пользы потому что любое доброе слово помогает и спасибо вот большое этим людям которые были рядом с нами вот в этот трудный период когда в 2020 году мы уже получили политический статус я оборачиваясь на вот эти прошедшие последние 10 лет жесткого давления юридического и финансового организованного властями казахстана по поручению опять подчеркиваю назарбаева я систематизировала события и вспомнила слова одной вот ясновидящей швейцарки астролога как они себя называют беседы с которым не помогли в трудный вот этот период жизни нельзя сказать что ее видение вот как бы на сто процентов совпадала но отдельные детальные рассказы иностранки которые вообще не мало что знает о казахстане примеру а давно ушедший другой в иной мир моей родной и средней сестренки вот меня просто поразил и вот особенно также запомнился ее рассказ о моем отце что она видит что он потомок древнего высочайшего рода и один из уходящих пока из поколения последних носителей исторической памяти предков моему папе 92 года к сожалению большая часть его друзей из советского прошлого ушел уж ушли уже в мир иной и которые в свое время удивленно спрашивали вот калеке откуда ты все это знаешь и вот в детстве мне также часто удоводилось слышать от друзей папы твой отец ходячая энциклопедия когда мой отец написал книги свои когда он писал свои книги он не пользовался естественно интернетом все это было заре вот этого технологического прогресса все все его знания это его это память и миссия как я понимаю от предков его рода сегодня я хорошо понимаю также и очень сожалею что когда мы жили в казахстане не отдавала вот должного внимания трудам своего отца даниярова калибека каербайча мой отец обращался в правительство республики казахстан свое в 90-х президенту с научным обоснованием что с обретением казахстаном независимости необходимо молодежи рассказывать о подлинной истории казахстана предлагал включить в качестве дополнительной литературы для последних классов уже взрослых классов школы и университетов свои книги о подлинной истории казахстана но очевидно письмо даниярова калибека каербайевича вдохновила на собственные идеи нурсултана назарбаева и он со своей супругой сарой лпсказе создали для себя бюджетную кормушку под названием самопознание то есть обязательный урок и учебник для обучения в казахстанских школах но не буду здесь углубляться как это писалось и уверяю вас больше всех как это создавалось и подписался этот учебник кем как кто оплачивал знаю именно я но пусть вот такова морали этих людей пусть это все остается на их не совесть совести они скоро тоже предстанут перед всевышним и что тут еще скажешь чтобы как можно больше казахстанцев знали подлинную историю своей нации и государственности мой отец данияров калибек каербайевич безвозмездно дарил книги различным библиотекам включая университетские 2011 году мои родители были дважды сняты с рейсов самолетов после вот последнего уже случая ну вот как бы вечером сняли а ночью произошел у моего отца инфаркт и инсульт после чего нам удалось вывезти родителей и санитарным самолетом из казахстана несмотря на большие шестичасовые допросы их больном состоянии в аэропорту города алматы на лечение мы их вывезли в москву а затем уже в швейцарию до инсульта мой папа был полон энергии и желание служить народу казахстана как истинный патриот казахстана но лично назарбаев лишил моего отца здоровья отнял у родителей их пенсионные накопления и это произошло в 2011 году которые вот эти все пенсии которые были заработаны моими родителями до эпохи еще назарбаева при можно сказать при советской власти и мой отец имел персональную пенсию как заслуженный строитель казахстана как человек внесший большой клад в развитие промышленности казахстана в общем он все отнял и назарбаев богаче стал этим и это все произошло в народном банке принадлежащим все эти пенсионные накопления поступали в народный банк которые за счет которого зарабатывают миллиарды миллиарды ежегодно тимур и динара кулебаевы значит властью назарбаева также был незаконно конфискован вот у заслуженного строительства казахской сэр дом моих родителей имущество до последней нитки были было вывезено и исчезла при непосредственном участии сотрудников акимата города алматы для чего я рассказываю вновь историю даниярова калибека каирбайч уважаемые друзья как я выше говорила я мечтаю презентовать книги моего папы на своем канале и должна сказать что вот мой отец моего отца власти казахстана или постеснялись не знаю по какой причине но они не включили его в состав этой организованной преступной группировки семейного типа которые специально для нас придумали в свое время значит власти казахстана и но почему-то когда они в восемнадцатом году делали приговор они туда включили дом моих родителей имущество их не имущество и жилье моей сестры но видимо не хватало им вот этого списка как бы конфискованного вот почему я говорю что незаконно конфисковали но это просто уже вот выглядит как месть это наверное устное поручение было нужно назарбаева я так предполагаю так вот я вот еще раз говорю что я вновь почему все это вспоминаю потому что я значит мечтаю презентовать книги своего отца на моем youtube канале ощущение правды присмотрите и следите пожалуйста за моим каналом дальнейшем я также хочу суммировать все вопросы которые за 15 лет нам задавали журналисты в интервью в письмах в сообщениях и ответить по прошествию времени на наиболее часто задаваемые вопросы но просто тут добавлю что мы в свое время просто по рекомендации адвокатов так как шли следственные процедуры и судебные процедуры по инициативе казахстана здесь швейцарии как бы должны были меньше все это не комментировать будем так говорить поэтому наши контакты в то время журналистами как я говорила были ограничены из-за судебных процедур и и надо сказать что они в швейцарии по инициативе казахстана продолжаются в настоящее время теперь уже от имени жена но казахстана нового казахстана и нового президента который очень хорошо видимо уверенно чувствует себя в своих деловых контактах политических или там и и всякого рода других потому что он здесь долго работал в организации объединенных наций постоянно бывал потому что здесь учился и в школе и в университете и настоящее время живет его сын тимур и вот возможно я с этим связываю что мы им тут мешаем так как здесь проживает и миллиардерша динара кулебаева со своей семьей очень себя как бы комфортно чувствует нет у них никакой угрязнений совести что нас вот обвиняют несовершенных преступлениях они вот такие миллиардеры родились видимо с такими уникальными способностями ничего не изобретая не создавая значит приватизируя становятся миллиардерами владеют шикарными активами и вот здесь видимо клан назарбаева все-таки не оставляет идею рассчитаться с нами поэтому этим я объясняю что в последнее время ведущие какие-то популярные каналы новые нового казахстана начинают уже троллить прокидывать всякие непорядочные можно сказать нелицеприятные моменты в отношении нашей семьи нашей фамилии что-то там происходит в восточном казахстане и вот это видно что там наверное улан байжанов марат бекетаев нургобылов и другие там спецгруппа которая наверное работа которая видимо достойно как бы со стороны назарбаевым была оценена как достойная поэтому значит они сейчас находятся на высоких должностях как говорится подлость хорошо оплачивается оценивается в новом казахстане как я понимаю поэтому этим я объясняю что вновь начинается как подготовка каких-то так так как уголовные насчет свои иски казахстан продолжает и продолжает апеллировать по всем инстанциям но кроме того что они постоянно инициируют по всему миру где у них принимают эти лживые иски там они значит создают всякого рода прецедента несмотря на то что виктор вячеславич последний год его работы в алматы это был 2004 в восточном казахстане 2006 2007 мы покинули казахстан и уже никаких сроков давности не может как говорится в общем все это не выдерживает критики на этом остановлюсь и конечно же если моим слушателям будет интересно я планирую все-таки выходить вот эти прямые эфиры значит для этого мне надо технически как-то подготовиться и чтобы моя аудитория подросла как я уже говорила упоминала и я на с удовольствием готова делиться известны неизвестными для широкой аудитории фактами из нашей жизни когда наша с виктором вячеславичем семья был близко общалась вот с теми же с из со старым президентом и с новым президентом и их доверенным окружением конечно же я вот как уже сказала мечтаю владеть современными техническими навыками чтобы записывать для моих подписчиков интересное интервью с жителями швейцарии показывать жизнь страны в которой я живу через призму собственного восприятия жизни должна признаться что вот по меркам уже не только казахстана теперь уже и швейцарии я достигла пенсионного возраста поэтому мне очень интересно понять кто вы мои подписчики что вас интересует молодые ли вы люди или мои ровесники или люди активного возраста что вас интересует а швейцария жизни людей разных поколений может быть это природа или что-то другое пишите мне оставляйте комментарии будет давайте будем общаться дорогие друзья а чтобы вы хотели вот еще раз я просто хочу сказать услышать на моем у тюбе канале значит пишите это поможет развитию канала спасибо за просмотр и в общем это наверное все что я сегодня хотел сказать а чуть не забыла для подготовки реализации озвученных мной вот как бы один одежд планов мечтаний я как бы хочу взять короткий отпуск не забывайте канал смотрите архивное видео пишите и ставьте лайки до новых встреч друзья сау болонес и а и 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